Протест происходит в Берлине, Германии, где люди протестуют против государственной ответственности к COVID-19. В Берлине страдал малый и средний бизнес против готовящейся массовой вакцинации. Когда толпа двинулась к Бундестагу, полиция попыталась пресечь это движение, и тогда 50 тысяч человек сели на землю. Эти протесты в Берлине продолжаются с марта, но вчера по количеству участвующих они достигли пиковых значений. В общем, друзья, вы видите, что нужно протестовать, и что люди протестуют в Сербии, протестуют в Америке, протестуют в Германии, и мы тоже должны протестовать. Особенно сейчас, когда начинается усиление масочного режима. Например, в метро, в электричках сотрудники постоянно напоминают наденьте маску и перчатки. Пока, конечно, нет штрафов в Москве, но давление идет. Потом еще в виде объявлений идет давление, что нужно платить безналом, ну и так далее. Стимулируют, чтобы платить безналом, делают меньше сумму. В общем, полный бред. Еще у меня такая информация для вас. Вы знаете о Дэвиде Айке. Это английский писатель-конспиролог, канал на Ютубе которого с миллионом подписчиков был удален в начале пандемии. Так вот, этому Дэвиду Айку запретили въезд в Лондон. Вы можете себе представить? И сегодня он дает интервью на канале London Real ведущему Брайану Роузу. В марте, когда Дэвид Айк давал интервью на этом же канале, это была живая трансляция. И количество зрителей достигло в пределе миллион 330 тысяч человек. Это самая крупная живая трансляция за всю историю интернета. Так вот, сегодня будет новая трансляция. Пятая уже с Дэвида Айка, с Брайаном Роузом. Но Брайану Роузу уже пришлось поехать к Дэвиду Айку домой, потому что его просто никуда не пускают. Я посмотрю сегодня на английском языке. Я думаю, она будет длиться около трех часов. И завтра я вам расскажу, что рассказывал Дэвид Айк о масочном режиме, о вакцинации и о том, что нас ждет. Ссылку на видео, где немецкий блогер рассказывает о вчерашних протестах в Берлине, я даю в описании к этому ролику. Видео на английском, если вы знаете английский, можете посмотреть. Спасибо, что смотрите. До новых встреч!